Небольшая кухонная плита, посуда, ковровая дорожка, окна со ставнями и даже бытовая техника. Все по-настоящему в маленьком домике семилетней Русланы и трехлетней Леры Кабаковых. Две хозяйки прекрасно уживаются в кукольном домике, подаренном родителями. Идея, конечно, моя была. Наверное, с детства любая девочка о таком домике мечтает. Ну, я вот хотела, у меня такого не было. Появилась возможность и решили ребенку на шесть лет такое сделать, красоту. Ребенок очень счастлив был получить такой домик, свой собственный уголочек, где она играть может, уединиться с подружками. Материал самый обычный, обрезная доска, 150 на 25. Строгал, вымерял, резал, собрал на саморезы. На создание домика у Дениса Кабакова, работающего в графике, ушло три недели. Собрать конструкцию, говорит, было несложно. Хлопотной оказалась ее перевозка из гаража на другой конец Нижней Салды. Но сложнее всего было сохранить стройку в секрете. Это был сюрприз. Вот еще сложнее было от ребенка утаить. Это потому что по выходным она все время у бабушки находится. И вот так вот прятали, всякое-то перевозили, тайком красили, по вечерам ходили, чтобы она не видела. Был день рождения, 6 лет в том году исполнялось. И при гостях вручили такой ключ декоративный от домика. Ключик от дома не сохранился, но хозяйкам и незачем его запирать. Они всегда рады гостям. Даже коты не прочь подремать в теремке, говорит Евгения. Вместе с подружками Лера и Руслана часто устраивают забавные игры в своих хоромах. А еще мы любим устраивать чай пить. Песочница рядом с домиком для девчачьих кулинарных забав. А могучий 40-летний кедр будто укрывает своими пушистыми ветвями милое детское жилище, которое родители создали для своих чад с любовью и радостью.